Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале Кухня Без Фанатизма. В сковороду наливаю 1 чайную ложку растительного масла и включаю небольшой нагрев. Одно куриное филе 250 граммов разрежу на более тонкие пластины, посолю и поперчу с двух сторон. Выкладываю куриное филе в слегка разогретую сковороду. Добавлю 50 миллилитров воды по краям и на небольшом нагреве под закрытой крышкой буду готовить по 5 минут с каждой стороны. Теперь вернула на другую сторону. Вот, все практически готово. Остатки воды добулькивают. Не давайте пересыхать жидкости на сковороде. Как только вы видите, что уже сухо, можно добавить 1-2 столовые ложки воды. Для того, чтобы куриное филе в итоге получилось сочным и ароматным. Выключаю и дам остыть под крышкой. 4 небольших картофелины нарезу кубиком. Одну отварную морковь также нарежу кубиком. Также нарезаю маринованные огурцы. Теперь нарежу 3 отварных яйца. Теперь нарежу куриное филе. Очень ароматное, сочное получилось куриное мясо. По вкусу вообще не сравнить с отварным куриным мясом. Разница огромная. Добавляю 150 грамм зелёного горошка. Для заправки я взяла 3 столовые ложки сметаны жирностью 15%, 150 граммов. 100 грамм майонеза 2 столовые ложки. Пол чайной ложки горчицы столовой. Всё хорошо перемешиваю. По желанию можно добавить сюда 1 зубчик чеснока, чтобы оттенить вкус. Но не больше. 1 небольшой зубчик. Но это по желанию. Я добавлять не буду. Солю по вкусу. Перчу немного. Но это по желанию. И добавляю подготовленную заправку. Всё перемешиваю. И будем считать килокалории. Салат готов. Получилось очень вкусно. Благодаря идеальному соотношению ингредиентов. Ну, вроде бы, ничего особенного. Но бывает, сделаешь такой обычный салат простой. Пробуешь и думаешь, ну, чего-то не хватает, да? В этом салате всё хватает. Вкус идеальный. Но это не главное. Главное – это килокалории. Вот в таком варианте салата получается на 100 грамм 132 килокалории. Вкус идеальный, как я уже сказала. Если кто будет пробовать, никто не догадается, что здесь в составе есть сметана. Теперь, если делать с одним майонезом, сметану не добавлять, энергетическая ценность салата будет уже 202 килокалории на 100 грамм. Вы представляете? 202 килокалории на 100 грамм. Если не использовать вообще майонез, делать просто заправку из сметаны и горчицы, то энергетическая ценность будет 97 килокалорий на 100 грамм. Ну, будет немножко с кислинкой, потому что одна сметана. Поэтому такой вариант самый идеальный и по вкусу, и по килокалориям. На 100 грамм – 132 килокалории. Замечательно. Также вкусно, но гораздо полезнее. Потому что и на какие-то праздничные дни приходится выбирать. Там, где меньше килокалорий тем, кто худеет. Всё подряд уже есть, конечно, не будешь. Будешь выбирать те блюда, те салаты, где калорийность будет поменьше. Лук. Одна головка. Я её слегка приготовила в течение 2-3 минут на растительном масле. Масла взяла пол столовой ложки. К луку я добавлю одну банку сайры, консервированной, натуральной. 190 грамм. И разомну рыбу вилочкой. Ну, так не сильно прям, не в кашу. На такие вот, на небольшие кусочки. Рыбу можно брать любую, которую у вас есть под рукой. Хоть скумбрию, хоть сардинеллу, сардину, тунец. В принципе, любую. И добавляю в салат пол банки зелёного горошка. 125 грамм. Одну отварную морковку нарежу некрупным ломтиком. Нарезанную морковь также отправляю в салат. Одну отварную свёклу также нарежу ломтиком. Нарезанная свекла также отправляется в салат. Теперь салат солим по вкусу. По желанию, перчим. Заправляем одной столовой ложкой растительного масла. Масло наливаем на свеклу, чтобы она меньше окрашивалась. И теперь осталось только перемешать. По желанию, можно добавить зелёный лук. Сочетание ингредиентов приятное, классическое. Всё друг с другом сочетается. Первый салат готов. Он получился очень вкусный, нежный, насыщенный. Отварные овощи, свекла и морковь прекрасно сочетаются с консервированной рыбой. По желанию, можно посыпать свеже нарубленной зеленью. Уверена, что такой салат понравится практически всем. Сегодня у нас очень вкусный салат. Начинаю я с лука. 200 грамм лука. У меня красный. Можно, конечно, использовать любой лук. Но красный вкуснее. 200 грамм лука нарежу пёрышками. Затем добавляю в нарезанный лук 1 столовую ложку яблочного уксуса 6%. Можно взять столовый уксус. Солю лук по вкусу и всё перемешиваю. Затем беру я отварное мясо. У меня говядина 400 грамм. Мясо, в принципе, можно взять любое, нежирное. Говядину сначала нарезаю на пластинки и затем уже соломкой. Нарезанное мясо добавляем к маринованному луку. 350 грамм свежих огурцов нарезаю соломкой. Нарезанные огурцы добавляю к мясу с луком. Затем я беру хороший пучок кинзы. 50 грамм. И мелко нарезаю. Если вы кинзу не любите, можно, конечно, взять петрушку с укропом. Или шпинат. Или какую-то зелень, которую вы любите. Добавляю 2 зубчика чеснока измельчённых. Заправляю сметаной 15% жирности. Солю и всё перемешиваю. Всё хорошенько перемешиваем. Маринованный лук смешивается с мясом отварным, с сочными огурцами. Получается очень вкусный салат. Просто очень. Салат готов. Осталось посчитать килокалории и можно подавать. Салат постоял буквально 5 минут и пропитался соками, ароматами кинзы, чеснока, говядины, маринованного лука. Получилось очень вкусно, очень сочно, просто безумно вкусно. Пищевая ценность такого салата 97 килокалорий на 100 грамм. Сытный, мясной, вкусный. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом и до встречи в следующем видео. Пока-пока!